По моему поручению, экспертные группы, которые координировали помощники президента в областях, в январе провели повторный мониторинг работы экономики в регионах. С первой проверки и конкретизации задач прошло примерно полгода. Достаточный срок, чтобы делать выводы. И я вижу, что ситуация по сравнению с летней улучшилась, пусть и ненамного, но при этом полноценной антисанкционной перестройки, к сожалению, еще не произошло. Пока одни руководители ищут и находят возможности эффективно работать, другие заняли откровенно выжидательную позицию в надежде на лучшие времена. А третьи вообще решили, что их отоскрают и упывают исключительно на помощь государства. Я очень рад, что таких совсем немного. В августе перед правительством в очередной раз ставилась задача восстанавливать объемы инвестиций с приоритетом создания производств импортозамещающих, ориентированных на экспорт, работающих на местном сырье. Тем не менее, по докладам я вижу, что новых предприятий практически нет. А ведь инвестиции, в особенности в регионах, это развитие населенного пункта, рабочие места, достойные зарплаты. То, что касается каждого и дает ему уверенность с завтрашним днем. Премьер-министр мне анонсировал, что будет директивно назначать объекты и ответственны, чтобы в каждом районе начать реализацию хотя бы одного такого инвестиционного проекта. Как я понимаю, целевой план вы уже утвердили. Сегодня я хотел бы услышать, как он с бумаги воплощается в жизнь. Какова ожидаемая, может быть, уже где-то и реальная эффективность от ваших проектов и идей. Через два с половиной года предстоит отчитываться перед народом за выполнение пятилетней программы. Если ее сорвать, ни одному простому труженику не нужны будут оправдания о непростых временах и драконовских санкциях. Как я часто говорю, ну, не война же идет на территории Беларуси. Поэтому для правительства увеличение количества рабочих мест, доходов, населения должно стать ключевым маркером при реализации целей, поставленных на этот год. Да, в декабре мы вышли на рост реальной зарплаты и даже сохранили динамику в начале этого года. Но ведь это не заслуга качественных изменений в экономике. Это следствие корректировок ценовой политики. Плюс в статистику добавилась выплата традиционных корпоративных бонусов по итогам года. Надо думать, где брать резервы, чтобы рост зарплаты не остановился. Конечно, особое внимание в борьбе с инфляцией. Цены – вопрос номер один для людей. Такого всплеска, который произошел минувшей осенью, больше допускать категорически нельзя. Какими хотите способами – монетарными, регуляторными, административными, но допивайте, чтобы, как условились, держать коридор в районе 7%. Эта цифра должна быть красной линией. Ее должен понимать бизнес, производитель и торговля. Иначе меры будут приняты самые жестокие. Без предела мы допустить просто не можем. Цены должны быть справедливыми. При этом не менее важное условие – полноценный ассортимент на прилавках магазинов. Продукты питания, медикаменты, товары повседневного спроса и для хозяйственно-бытовых нужд – все должно быть в достатке. В приоритете от отечественного производителя. Поэтому первоочередная задача Министерства антимонопольного регулированной и торговли, Минсельхозпрода, Белгоспищепрома, местных органов власти – обеспечить бесперебойные поставки товаров, в том числе продовольственных, на внутренний рынок страны. Все, что мы не потребляем, пожалуйста, на экспорт. Там зарабатывайте. Проводите работу с подчиненными организациями в части пересмотра и снижения затрат. Наведете здесь порядок, будете успешно работать даже в самом жестком регулировании. И люди нас поймут и будут довольны. Каждую минуту помните – все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно. Это социальный контракт власти с народом. Приоритетными направлениями для нас были и остаются повышение зарплаты бюджетников и военных, поддержка семей с детьми и пенсионеров. Как, в общем-то, и было в 2022 году, когда на эти цели выделили 32 миллиарда рублей или на 3 миллиарда больше, чем в предыдущем 2021 году. Как бы ни было трудно, на эти деньги государство должно изыскать. Повышенное внимание строительной отрасли. Это касается и больших незавершенных объектов, в частности брошенных международными банками и, конечно же, строительства жилья, в том числе арендного, с помощью передачи в собственность отдельным категориям граждан при выполнении определенных условий. Министр архитектуры отвечает за каждый квадратный метр и объемы строительно-монтажных работ. Контролируйте. Отговорки, как мы пытались, но опять не смогли, больше не пройдут. Все обязательства государства по созданию инфраструктуры в регионах, данные на Всебелорусском народном собрании, заявленные в программе «Пятилетки», также должны быть выполнены неукоснительно. Ресурсы на это правительство необходимо изыскивать вместе с Национальным банком. За само строительство инфраструктуры отвечают обл. исполкомы и Министерство архитектуры. Продолжение следует...